Продолжается исполнение поручений главы республики, которые были даны по итогам прошедшей 14 декабря прямой линии. Одно из них касалось газоснабжения частного домовладения в станице Исправной. В Зеленчокском районе вместе с представителями Минпромторга и газораспределительной компании побывал наш корреспондент Артур Мхце. Жительница станицы Исправной Нина Михайловна больше 50 лет своей жизни посвятила строительной сфере. Возможно, поэтому научилась всё делать для дома своими руками. Да и обстоятельства обязывают не особо рассчитывать на других. Так, водоснабжение на улицу Боевую поступает в бочках по 500 рублей за ёмкость. Установленный во дворе бассейн с насосом позволяет создать некое подобие комфорта. В периоды холодов, правда, забот значительно больше. Из-за финансовых трудностей газификация обошла её дом стороной. Поэтому помещения пока отапливаются с помощью буржуйки. Именно вот этот дом, как я поставила, вот отопляемся только этим. Заявление давала на этот, ну, что-то тянулось, тянулось с этим стояком. Обратилась на прямую линию к нашему президенту нашей республики. Ну, быстренько приехали, сделали спасибо. Это и есть проект, да. Здесь всё указано, где будет эта печка, где будет газ там, то есть этот котёл. Всё это уже у меня сделано, да. Всё. После прямой линии с главой республики региональному Минпромторгу было дано поручение проконтролировать сроки выполнения работ по подводу коммуникации к участку Нины Кромицыной. Согласно договору, свои обязательства в части доведения газопровода до границ земельного участка наша компания должна исполнить не позднее 8 февраля 2023 года. Несмотря на это, как только было завершено проектирование, мы приступили к строительно-монтажным работам. На сегодня газопровод «Вод» построен. По словам представителя газораспределительной компании, домовладение будет подключено к голубому топливу, как только внутри строения проведут необходимые коммуникации и установят оборудование. До недавнего времени большая часть работ и их финансовое обеспечение ложились на плечи самого собственника. Теперь услуга стала доступной почти каждому. В чем особенность именно социальной догазификации? Безусловно, это хорошее подспорье, потому что раньше бесплатно за счет государства строился только межпоселковый газопровод. На сегодняшний день и внутри населенного пункта, и по улицам, вплоть до границы земельного участка, эта работа делается без привлечения денежных средств граждан. Что касается Нины Михайловны, скорость подведения газа к ее домовладению теперь зависит только от самой женщины. На руках уже имеется проектное решение, осталось определиться с подрядчиком и за дело. И тогда ей уже не придется заниматься заготовкой дров впрок. Быть может, появится время, чтобы взяться за более доступное водоснабжение. Артур Мыхц, Алибастанов, Вести Карачаев, Черкесия, Зеленчукский район.